В Бийске завершается реализация программы формирования комфортной городской среды. За два месяца почти 90 бийских дворов поменяли облик. По условиям контракта все работы подрядчик должен закончить уже завтра, 18 октября. Сейчас во все идут комиссионные приемки объектов. И как оказалось, что среди участников довольных не так уж и много. Очень много негатива. Практически на каждом доме приходится комиссионно выезжать, выслушивать негатив. И негатив просто обусловлен тем, что все плохо. Все плохо. И когда подключаются домкомы, подключаются депутаты, подключаются директора управляющих компаний, представители управляющих компаний, ТСЖ, буквально каждого собственника ходим по каждому дому, убаюкиваем, уговариваем. Не потому что уговариваем принять, а объясняя, что выполнено согласно СНИПов, согласно ГОСТов, согласно предоставленной документации. Ну, вот как-то такой резонанс сейчас получаем практически в каждом доме. Желающих попасть в проект оказалось больше полутора сотен. Однако комиссия одобрила только 88 заявок. В июле на объекты зашли 6 субподрядных организаций. Реконструкция дворов подразумевала укладку нового асфальта, замену освещения и установку скамеек. На эти цели в общей сложности БИСК получил 85 миллионов рублей. Сейчас работы в некоторых дворах по-прежнему продолжаются. При этом готовые объекты вовсю проверяет комиссия, в составе которой общественники, собственники жилья, генподрядчик и представители администрации. На качество дорожных работ, как правило, жильцы не жалуются. Вызывает много вопросов не за асфальтированные участки рядом с домами. Однако их благоустройство проектом не предусмотрено. Как поясняют сами чиновники, проекты принимались в авральном режиме и многие моменты не были учтены. При этом местные власти выражают уверенность, что в следующем году таких ошибок уже не будет. Формирование было в том режиме, действительно, мы как бы побыстрее сделали для того, чтобы можно было запустить этот проект, для того, чтобы вообще попасть в эту программу. И некоторые нюансы мы не могли знать и не предполагать. Сейчас, когда мы наработали определенный опыт, к сожалению, на тех домах, которые сегодня уже выполнены, мы этот опыт уже, конечно же, будем учитывать в 2018 году.